Это не описанная земля, нейтральная. Узбеки своих граждан переселили и им дали землю на территорию Узбекистана. Прямо за огородом Сабараке начинается территория Узбекистана. Фотографировать и снимать ту сторону нельзя. Порядки тут свои, а как еще? Пограничная зона. Даже копать арыки фермеру можно лишь под присмотром военных. Вот эту проволоку временно протянули, но она осталась, видимо, насовсем. Когда узбекская сторона начала переселять своих граждан, жители Кыргызстана тоже поспешили уехать. Село почти вымерло, за заброшенными домами теперь приглядывают Сабар с женой. С кыргызской стороны на приграничной территории остались только они вдвоем. Я не хочу кому-то отдавать свою землю. Тут многие территории спорные. Если и я уеду, то что будет? Между тем, для нас не положены никакие льготы, например, при оплате света или электричества. Люди должны быть заинтересованы в том, чтобы жить на границе. Но я все равно отсюда никуда не уйду. А еще к гостям фермер обязательно проводит ликбез о том, как важно каждому местному жителю быть немножко дипломатом. С соседями надо быть в хороших отношениях. С этого и начинается большая дипломатия, считает фермер. Вот, к примеру, совсем недавно узбекские пограничники вернули Хайдарову Матару овец. Через 10 дней после того, как скотину у них угнали прямо со двора. Вора поймали узбекские солдаты. Утром один из пограничников сказал об этом. Он объяснил, что баранов могут вернуть, если я обращусь в нашу войсковую часть. Я так и сделала, и баранов привезли обратно на машине. Однако жить здесь все еще опасно. Около 4 гектаров земли остаются спорными. Делимитацию и демаркацию границ со стороны не могут провести уже больше 20 лет. Из почти 1400 километров общей границы, около четверти километров, остаются неуточненными. В этих зонах то и дело вспыхивают все новые конфликты. Джебек Бегали, Вазат Антумаков. Настоящее время. Джалабадская область. Кыргызстан.